Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Дмитрий Домбровский. И это не просто очередной выпуск, это обучающий курс. Сегодня я научу вас эффективно взаимодействовать с собственным подсознанием. Я уже много раз говорил о ключевом значении трансового, гипнотического или медитативного состояния сознания. Если вы помните, Дон Хуан у Карлоса Кастанеда всегда говорил, что остановка внутреннего диалога или вход в транс – это двери в магию. В этом курсе я научу вас взаимодействовать с собственным подсознанием. Я вручу вам пульт управления от собственной психики. Мне кажется, надо сделать такую вставку. Почему я решил записать этот курс «Предыстория»? Вот история, которая случилась сравнительно недавно. Мы проводили еще полгода назад семинары и ретриты во Львове. И ко мне приехал на семинар молодой человек, 25 лет. Мы с ним общались, я задавал ему вопросы, он отвечал, как обычно. И он рассказывал о своих психотравмах, которые у него были в школе. Он рассказывал о том, что его очень дразнили, унижали друзья, потому что он очень сильно заикался. С первого класса он заикался очень сильно, и его все дразнили, и очень было неприятно. И я с большим удивлением спрашиваю его, а вы же сейчас не заикаетесь? Как вам удалось избавиться от заикания? И он мне говорит, а вы знаете, вот вы выпустили там 6 лет назад самогипноз программу. Я, говорит, ее посмотрел, я понял, что надо делать, я понял, что надо научиться входить в состояние и представлять себя не заикающимся. И я так и делал. И в течение нескольких месяцев я перестал заикаться. И я подумал, ну надо же, ничего себе. Наверняка многие люди, которые вот так вот вдумчиво посмотрели программу самогипноз, возможно, избавились от многих болезней, от каких-то недугов, от каких-то проблем, которые мучили. Почему же их не так много, как мне хотелось бы? И я подумал, что я, наверное, очень сложно объяснял в этой программе, в предыдущей программе самогипноз, очень сложное объяснение давал. Я подумал, почему бы вам не рассказать это попроще? Особенно если вы умеете входить в состояние, если вы научились входить в это состояние, вы очень легко освоите методы самогипноза, трансформации, как я это называю. Для тех, кто вообще не в курсе, что это такое, я объясню. На каком-нибудь примере, на любом, предположим, тоже пример из жизни. Например, у вас есть какое-то заболевание. У женщины был псориаз, кожное заболевание. Как может помочь самогипноз? Ей необходимо было всего лишь навсего научиться входить в транс свое состояние. И на фоне этого состояния представлять себе, задавать, инсталлировать программы. Об этом я расскажу позже, в следующем выпуске. Что такое программы и как их инсталлировать? Для того, чтобы как-то влиять на свою болезнь, необходимо войти в транс свое состояние, входить регулярно, один раз в день, и представлять себе, как рука, которая поражена псориазом, как она медленно проходит, как исчезает болезнь, как исчезают симптомы. Она входила в состояние и представляла свою чистую, абсолютно здоровую руку. Просто ярко в своем воображении. И буквально через месяц от ее заболевания не осталось и следа. То есть любое ваше желание, которое сформировано в образ, в динамический мыслеобраз, если оно инсталлируется на фоне трансового состояния, мозг воспринимает это как самую актуальную команду. И дает задание нейронным зонам включить или подключить какие-то необъяснимые спящие ресурсы, и тело начинает вырабатывать вещества, которые активно влияют на заболевания, которые активно влияют на клеточном, на молекулярном уровне, на процессы вашего, вашему организму. Вот как это работает. То есть иными словами, без трансового состояния, сколько бы вы не хотели избавиться от чего-то, например, вот вы краснеете, когда начинаете выступать перед большой аудиторией. Вы краснеете, запинаетесь, не можете сказать и двух слов, вы волнуетесь. И как бы вы не хотели, чтобы этого не было, у вас не получается. Вы не можете, вы заставляете себя, все, не волнуйся больше, все, я больше не краснею, я спокойно, я спокоен, все. Но все, как обычно, продолжается. Но, если у вас есть возможность, и если у вас есть способность войти в трансовое состояние, и вы задаете себе программу, вы моделируете свое новое поведение, как вы выступаете перед зрительным залом, предположим, не краснея, свободно, спокойно, с ровным дыханием, с обычным сердцебиением, когда вы выходите из транса и начинаете вдруг выступать перед большой аудиторией, вы чувствуете, что вы не волнуетесь, вы больше не краснеете, вы абсолютно уверены в себе, вы испытываете те же ощущения, которые программировали, находясь в этом состоянии. И это относится к любой болезни, к любой черте характера, к любой привычке. Вы можете трансформировать старые модели поведения, старые модели ощущения в новые. Еще раз, я много раз утверждал, что основой любых методов взаимодействия с собственной психикой, основа самогипноза и самопрограммирования, это способность входить в трансовое медитативное гипнотическое состояние сознания. И так получилось, что за те 6 лет, я напомню, 6 лет назад, я, во-первых, записал курс самогипноз и стал регулярно выпускать на своем видеоканале гипнотические индукции, медитации, слептреки, для того, чтобы вы смогли научиться, для того, чтобы вы учились входить в трансовое состояние сознания. И, в свою очередь, это позволило бы вам, если бы вы научились, а многие научились, позволило бы вам эффективно воздействовать на собственное подсознание, эффективно управлять своей психикой и физиологией. Так вот, за эти 6 лет очень много людей, их, скорее всего, больше тысячи, я точно не знаю, но приблизительно по вашим комментариям я понял, что многие из вас испытали и испытывают трансовое состояние, когда слушают мои гипнотические индукции и медитации. Многие из вас писали, что ощущают, переживают необычное состояние, состояние отрешенности, состояние внутренней невесомости, состояние растворенности в музыке, состояние, похожее на полусон. Некоторые мне писали, что начинают слушать медитацию или гипноиндукцию и засыпают, и просыпаются только на счет 10, когда происходит выход из гипнотического транса. Все это говорит о том, что вы переживаете глубокое трансовое состояние. И именно вас, тех людей, которые испытывают это состояние, которые с помощью моих гипнотических индукций и медитаций переживают это гипнотическое трансовое состояние, вот именно вам и адресован этот курс. Именно вас я научу эффективно взаимодействовать со своим подсознанием для того, чтобы вы могли эффективно лечить себя, изменять черты характера, отказываться от вредных привычек, худеть, стройнеть и так далее, и так далее. О программировании я расскажу в следующем выпуске. И сегодня мы как раз займемся тем, что вы будете учиться входить и выходить из этого состояния без музыки, без моего голоса самостоятельно. Вы сможете научиться входить в это состояние, выходить из этого состояния в любом месте, в любое время. Вы будете полностью контролировать трансовое состояние. Вот этим сегодня мы и займемся. Вы можете перепроверить свою способность или неспособность входить в трансовое состояние, пройдя гипнотический тест. Тест на глубину трансового состояния. Ссылка на этот тест в описании к этому видео. Итак, еще раз повторяю, этот курс адресован тем людям, которые ощущают трансовое состояние, слушая мои медитации или гипнотические индукции. У вас, именно у вас, все получится. И в следующем выпуске я научу вас инсталлировать желаемые программы в собственное подсознание с помощью вашей способности входить и выходить из транса. Иными словами, я научу вас эффективно воздействовать на свою физиологию и на свою психику. Я хочу предупредить вас о том, что этот курс занятий – это работа с вашей психикой, поэтому, пожалуйста, примите все необходимые меры предосторожности, меры безопасности. Вам никто не должен мешать. Воспринимайте это как индивидуальный курс. Я общаюсь лично с вами. Когда вы будете заниматься, рядом с вами не должен находиться посторонний человек или посторонние люди. Вы должны находиться в своей квартире или в том месте, где вам привычно, комфортно, где вы можете закрыть глаза, расслабиться и понимать, что вас никто не потревожит, что вас никто не выдернет из этого состояния, никто не прервет транс. Это очень важно, потому что прерывание транса, если вас кто-то окликнет, кто-то начнет тормошить, это очень вредно для вашего психического здоровья. Поэтому позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы вам никто не мешал. И сейчас вы можете поставить это видео на паузу для того, чтобы подготовить место, где вы будете заниматься. Это может быть кресло, удобное для вас кресло, или вы можете лечь на диван для того, чтобы вам было удобно и вам никто не мешал. И мы начнем входить в трансовое состояние, которое вам уже знакомо. И вы войдете в него гораздо быстрее, чем обычно, потому что музыка знакомая, голос знакомый. Я думаю, что вы уже подготовились, и вы можете позволить себе абсолютно расслабиться. Сейчас закройте глаза, на экране ничего не будет происходить. В какой-то момент я исчезну, и смотреть на экран необязательно. Вы расслаблены. Сейчас мне придется начать говорить своим гипнотическим, монотонным голосом, привычным для вас голосом, для того, чтобы вы медленно начали входить в состояние легкости и забытия. Ваши глаза закрыты, дыхание ровное и свободное, сердце бьется ритмичным, вы отдыхаете, вы позволяете себе войти в состояние медитативного транса. Постепенно ваше тело будет расслабляться все больше и больше. Сейчас вы слышите знакомую музыку, знакомый голос. С этой музыкой вы уже неоднократно входили в состояние медитативного транса. Вам будет легко с помощью этой музыки и моего монотонного голоса вновь войти в состояние глубокой гипнотической медитации. Все тело расслаблено. Вы уже привыкли к тому, что ваше тело быстро расслабляется, когда вы приступаете к занятиям медитацией. медитации. как обычно чувствуете, как ваши руки, ноги наполняются приятным теплом и легкостью. Вам знакомы эти ощущения растворенности и внутренней свободы. Эти ощущения возникают всегда, когда вы входите в состояние медитативного транса. постарайтесь эмоционально вспомнить эти приятные ощущения покоя, легкости и забытия. «Сейчас я буду медленно считать от десяти до нуля. И когда я досчитаю до нуля, вы будете находиться в приятном состоянии внутренней растворенности, состоянии медитации, состоянии транса. Вы можете представить себе, как по мере счета вы спускаетесь вниз по хрустальным ступенькам в удивительно красивое место. Это очень комфортное место. Это может быть прекрасный благоухающий сад, лесная опушка или даже чердак дачного домика. Вы берите это место в своем воображении. это то место, в котором вы будете чувствовать себя в абсолютной безопасности, в абсолютном спокойствии, в абсолютной гармонии. Это ваше место расслабления. Когда вы окажетесь в этом месте, вас не будут беспокоить никакие вопросы и проблемы. В этом месте вы позволяете быть себе без мыслей и желаний. В этом месте вы можете почувствовать себя абсолютно свободным от места, где отдыхает ваша душа, ваша сущность, ваше истинное я. я буду считать от десяти до нуля, и вы будете все глубже и глубже погружаться в это приятное состояние сознания. сон. Десять девять глаза закрыты, веки становятся еще тяжелее и вам уже не хочется открывать глаза. 8. Как будто бы легкая сонливость окутывает вас, как легкий туман, который сгущается вокруг вашей головы и отгораживает вас от внешнего мира. И вы все глубже и глубже погружаетесь в приятное состояние медитации. 7. 6. По мере того, как я считаю, вы расслабляетесь еще больше и больше. 8. 5. 4. Тело наполняется приятной невесомостью и гармонией. 9. 3. Несмотря на то, что вы слышите мой голос, какая-то часть вашего сознания засыпает все крепче и крепче. 10. 2. 1. 0. Вы максимально расслаблены и, несмотря на то, что вы слышите мой голос, вы находитесь в глубоком состоянии медитации. 10. 3. Пусть каждая клеточка вашего существа ощутит эту гармонию, эту невыразимую связь со всей природой. 11. 3. Вы как будто бы растворяетесь в музыке, как сахар растворяется в воде. 11. Вы растворяетесь в этой музыке полностью, без остатка. 12. Побудьте в этом состоянии. 12. И сейчас почувствуйте легкость в собственных руках. 13. Положите ладонь правой руки на свой лоб. 14. Ощутите тяжесть своей ладони. 15. Пусть ваш лоб, каждая клеточка кожи, запомнят ощущение прикосновения ладони к лбу. 15. Вы всегда будете погружаться в это приятное медитативное состояние. 16. Тогда, когда ваш лоб будет ощущать прикосновение вашей ладони. 16. Пусть все ваше тело запомнит эти ощущения. 17. Сейчас вы можете снять руку со лба. 17. Вы полностью расслаблены. 17. Побудьте еще немного в этом удивительном состоянии легкости. 18. И сейчас мы будем выходить из этого состояния. 18. Я буду медленно считать до трех. 18. На счет три ваши глаза откроются. 19. Голова будет чистой, ясным сознанием. 19. Вы полностью выйдете из этого состояния с чистой и ясной головой. 20. Представьте перед собой большой белый экран. 21. По мере того, как я буду считать, на экране будут вспыхивать яркие, ярко-красные рубиновые цифры от одного до трех. 21. На счет три ваши глаза откроются. 21. Голова будет чистой, ясной. 21. Один. 22. Три. 22. Медленно, медленно, глаза открываются. 23. Вы выходите из этого состояния с чистой и ясной головой. 23. Вы полностью вышли из состояния медитации. 24. Хорошее настроение. 25. Приятные ощущения. 25. Внутренние расслабленности и медитативности сохраняются внутри вашего тела. Играет музыка. Вы полностью вышли из этого состояния. Сейчас, если вы лежали на диване, вы можете подойти снова к компьютеру и снова слушать меня. И так только что вы испытали знакомые ощущения. Вы были в этом трансовом состоянии. Вы ощущали некую отрешенность, некую легкость, некую невесомость. Возможно, каждый ощущает в этом состоянии что-то свое. Но часто эти ощущения достаточно похожи. То есть только что вы были в трансе. Вы вошли в транс благодаря музыке и моему голосу. И теперь я научу вас входить в это состояние без моего голоса, без музыки самостоятельно. Что для этого надо сделать? Вот только что вы еще тепленький или тепленькая. Только что вы были в этом трансовом состоянии. Возможно, вы испытываете еще остатки этой медитативности. И сейчас вы попробуете войти в это состояние самостоятельно. Что для этого надо сделать? По моей команде, когда я скажу, вы будете смотреть на свою ладонь. Вот примерно так, как это делаю я сейчас. На точку, на вымышленную точку, на условную точку в центре ладони. Вы можете поставить эту точку фломастером. Вы будете смотреть очень внимательно на свою ладонь. И когда мы начнем, вы медленно начнете приближать свою ладонь ко лбу. Глядя на эту условную точку в центре ладони. Вы смотрите на эту точку, медленно приближая руку ко лбу. Вы вспоминаете в этот момент ощущения, которые были у вас в этом состоянии. Вы вспоминаете эти переживания легкости, полета, ощущения растворенности. Вы ведете ко лбу, и вы хотите войти в это состояние снова. Как только, видите, глаза сходятся к переносице. Как только вы кладете руку на лоб, вы закрываете глаза. И вы говорите ключевое слово, пароль, код. Я нахожусь про себя. Вы говорите, нахожусь там, где я был. Или нахожусь там, где я была. Вы чувствуете, как только ваша рука прикоснется к лбу, и вы скажете, нахожусь там, где я был. Вы чувствуете, как вы проваливаетесь в трансовое состояние. Как все расслабляется. Рука становится абсолютно расслабленной. И падает. Глаза ваши закрыты. Ваша рука закрывает глаза. И сползает. Вы находитесь, вы проваливаетесь в трансовое состояние сознания. То есть, медленно вы ведете руку. Про себя. Как бы представляя, как вы проваливаетесь в это состояние. Вы говорите, нахожусь там, где я была. Ваша рука сползает. Расслабляется. И вы проваливаетесь в трансовое состояние. Если вы только что были в этом состоянии, вы обязательно войдете, как только рука ваша приблизится к лбу. И вы скажете пароль. Пароль для входа. Нахожусь там, где я была. Нахожусь там, где я был. И вы находитесь в этом состоянии. Прежде чем сейчас вы начнете это делать, вы должны представить себе часы с секундной стрелкой. Представьте себе, как секундная стрелка делает один оборот. Одна минута. Вы будете находиться в трансовом состоянии ровно одну минуту. Ваши биологические часы полностью, очень точно, очень аккуратно сделают так, что вы будете находиться именно одну минуту. В дальнейшем, когда вы будете экспериментировать и работать самостоятельно, вы можете находиться в трансовом состоянии, не программируя себя, ничего не делая, просто находиться в трансовом состоянии столько, сколько вам заблагорассудится. Сейчас вы попробуете войти в это трансовое состояние ровно на одну минуту. Будет звучать знакомая вам музыка, которая поможет вам войти в такое состояние? Пока что. Но моего голоса не будет. Вы пробудете минуту в этом состоянии и после этого самостоятельно выйдете из этого состояния ровно через одну минуту. То есть ровно через минуту вы представите себе. Вот это такой простейший образ. Секундная стрелка. Вы понимаете, что вы будете сидеть одну минуту, находиться в этом состоянии. И ровно через минуту ваши глаза начнут медленно открываться. И всегда на выходе из состояния голова будет чистая, ясное сознание, прекрасное настроение. Вы будете полностью выходить. Какое бы время вы себе не задали, вы будете всегда выходить через это заданное вами время. Итак, давайте попробуем войти в трансовое состояние с помощью ладони на одну минуту. Итак, когда я скажу начали, вы будете смотреть на свою ладонь, медленно, не спеша приближая свою ладонь к лбу, пытаясь настроить себя на это состояние, вспоминая эмоционально, выуживая из эмоциональной памяти вот эти ощущения, вы здесь настраиваетесь и входите в состояние минута, и вы выходите. Внимание, не торопитесь, расслабьтесь. Эта способность, она внутри вас, поэтому не надо бояться, что у вас не получится. Не получится сейчас, получится позже. Итак, пробуем. Внимание, начали. Внимание. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если у вас не получилось чего-то, у вас получится обязательно позже. Тогда, когда вы расслабитесь больше, когда вы сосредоточитесь, сконцентрируете свое внимание, у вас все будет получаться. Сейчас вы попробуете войти в это состояние и задать себе простейшую программу. Вы попробуете войти в это состояние не на определенное время, а на время, на то время, которое вам потребуется для того, чтобы согреться, чтобы вызвать ощущение тепла или ощущение жара во всем теле. Это просто как пример. Что надо делать? Значит, сейчас вы, так же как и в предыдущем упражнении, вы начнете вводить в себя в трансовое состояние с помощью руки. И как только вы войдете в это состояние, вы будете удерживать очень яркий образ чего-то, что ассоциируется у вас с теплом, с жарой. Вы можете представить перед собой ярко горящий костер, или представить себя сидящим рядом с камином, или представить себя сидящим в пустыне Сахара, или представить себя сидящим рядом с печкой, или представить себя сидящим в парной, в бане какой-то. Любой образ, который у вас ассоциируется с теплом. Когда вы ощущали себя в тепле, когда вам было жарко. Представьте себе, вспомните моменты, когда вам было жарко. Вот сейчас вы вызовете просто с помощью этого состояния тепло во всем теле. И после того, как вы вызовете тепло во всем теле, вы самостоятельно выйдете из этого состояния. Причем вы это сделаете самостоятельно, без моего голоса, на счет 3. И запомните, вы всегда будете выходить из этого состояния, когда вы будете понимать, что вам надо выйти из этого состояния. На счет 3, причем не просто на счет 3, вы будете представлять себе этот белый экран перед внутренним взором. И яркие, красные, огромные цифры 1, 2, 3. И когда вы будете представлять себе вот этот вспыхивающие цифры 1, 2, 3, у вас всегда будут открываться глаза. Голова будет всегда чистая, ясная сознание, прекрасное настроение. Вы будете полностью выходить из этого состояния. Помните, что на счет 3 вы моделируете свое состояние. Ясность, свежесть – это тоже своего рода программа. То есть, как это будет все происходить? Значит, сейчас первое, наше пробное, такое легкое задание на самопрограммирование и самогипноз – это задание согреться внутри себя, вызвать жар, поднять, можно сказать, температуру тела. Значит, когда вы начнете, вы будете смотреть на свою ладонь, как в прошлый раз. Медленно приближается к лбу, вы кладете ладонь на лоб, глаза закрываются, вы закрываете сами. Я нахожусь там, где я был. Вы в состоянии. И вы удерживаете этот костер, удерживаете образ печки какой-то или удерживаете образ, сидя с закрытыми глазами. И чем ярче этот образ, чем детальнее вы удерживаете этот образ, тем вы будете более явственно ощущать, как тело наполняется теплом, как вам становится жарко. И когда вы почувствуете во всем теле тепло, вы почувствуете, что вы согрелись, вы почувствуете, что вам жарко, вы можете выйти. Вы выходите осознанно, вы считаете до трех, где вот эти цифры на внутреннем экране вспыхивают. И вы точно знаете, что когда вспыхивает тройка, у вас всегда открываются глаза, голова становится чистая и ясная в сознании. Иными словами, вы входите в это состояние, задаете программу пока что простую и выходите из этого состояния. В следующих выпусках, в следующем выпуске я очень подробно расскажу о том, как формировать динамический мыслеобраз, как формировать программу, которую вы будете инсталлировать в свое подсознание на фоне транса. И вы попробуете в следующем выпуске, мы попробуем более сложные программы, реализовывать более сложные программы. Сейчас, когда закончится выпуск, вы попробуете вызвать тепло в своем теле. Вы сделаете это самостоятельно. И после этого пойдете отдыхать. Я очень надеюсь, что у вас нет дела, что вы были сосредоточены, что вы пытались понять, что я вам хочу донести. И после выполнения этого упражнения вы пойдете отдыхать. Неважно, получится у вас или не получится. Я думаю, что если у вас глубокое трансовое состояние, то у вас это все, конечно же, получится. Ну и в дальнейшем мы будем обсуждать это все подробнее. И я буду пытаться донести до вас настолько простым и доступным, понятным языком, чтобы вы все поняли, чтобы у вас действительно все получалось. И в следующем выпуске мы научимся еще глубже разбираться в вопросах взаимодействия с собственным подсознанием. Всего доброго. До свидания. С вами был Дмитрий Домбровский.